ребята привет я просто в диком бешенстве здесь начинаю вот так мое видео жутко я постараюсь не материться но тут надо только материться вот короче что тут произошло как обычно у меня зона рискованного земледелья прямо говорить не могу потому что я в бешенстве вот сегодня что случилось утра вышла на улицу вижу белка бежит ну да они с утра постоянно здесь хозяйничают захожу позавчера и вчера я пересадила перед помидоры короче с одной грядки на другую они зашли сами видели в предыдущем видео я все-таки решила рассадить которые густав зашли ну чё вы видите здесь помидор а помидор бляхом ой извиняюсь вот он лежит ну да вот здесь вы видите помидор нет вообще вот здесь помидор вот он лежит откушенный причем не только же жрут просто откусывает вот там помидор смотрите что осталось один череночек все там он помидор классный был хороший видите один черенок здесь помидоры уже нету и короче все так здесь помидоры нету и я не знаю что делать я в бешенстве вот что делать с этими белками как их отвадить они конечно прикольные смешные но вот когда делают вот такие нападки их много кстати этих террористических актов у меня в огороде я естественно бешенстве и пофигу на этих белок тут ребята надо готовиться голоду надо садить но если вот такого вот происходит бесконечно причем почему они на той грядке не ели а вот только их пересадила им вкусненько показалось короче бешусь вот такое мне злое прям видео сегодня а что делать как с ними бороться отстреливать заодно покажу грядку с которой я рассадила помидоры видите как видите есть они вот здесь вот междуридийская у меня и они все целые то есть как они взошли их здесь никто не трогал почему им вот буквально там рядом господи сколько здесь до 4 метра до не понравилось это дело живность ползает видите но это живность она не трогает а вот белки да короче кошмар смотрите какая у меня же здесь редиска похвастаюсь заодно как-то редиски удалось уцелеть редиску они не едят где классно редиска же господи не видно против солнца и раз у нас уже дело пошло засад огород но покажу какие у меня изменения здесь произошли с последнего видео сколько прошло две-три недели где-то да посмотрим как весна у нас продвигается какие изменения вот смотрите там грядочка земляникой земляника уже отцвела цветет и начинают скоро плодоносить вернее завязи видите уже какие и пока они есть но потом судьба вы уже догадываетесь судьба этой ягоды какая будет естественно нашествие как всегда белок и птицы тоже ее уважают как защищать я конечно не знаю сеткой накрывать или что но не хотелось бы конечно тут общий вид сада портить всякими приспособлениями такими ой ребята вообще вот что делать эти какая же крупненькая земляничка еще недельку она наверное начнет уже зреть здесь меня куст клубники и много всхода смотрите тоже наверное все это буду рассаживать ну что зачем столько так густо садовод я начинающий на склоне лет начала будем изучать как это все делается и фиги смотрите как быстро пошли расти листья и не только листья смотрите как интересно уже есть плоды есть плоды фиги не цветут они сразу делают вот такие бубульки у них растут и сразу раз растут фиги но интересно конечно но делает очень рано растут первая партия естественно нас естся вся птицами после чего не будет ничего и начнут расти новые вот то есть как-то двухфазно происходит я так и не поняла почему то ли это у нас такие деревья деревья странные то ли это вообще эта особенность фиг ну как-то так не давайте проверим сад что здесь творится что черемаха черемаха господи черешня у нас отсвела и слава богу выжила выжила то есть не было удара мороза сильно как обычно как это произошло в прошлом году и смотрю завязи есть то есть если все нормально черешню будем есть в этом году и будем с вами варить варенье это не очень прям много чтобы но тем не менее она есть самая хорошая конечно у нас деревня у родителей там гигантская до их бог конечно доживу я вам сниму обязательно потому что там реально заслуживает внимание черешня такая красивая гигантская прям нереально то есть ложишь на ладонь там у тебя 4 штуки помещается с размером со слива то есть очень классно покажу вам пока с черешней у нас все окей вот и задача у меня кстати на утро работа вчера муж прошел вот эту вот траву с которой я боролась помните да в предыдущем видео и кстати опять очень много взошло выросла здоровая муж ее слегка вчера под это выкорчевал выкорчевал и вот сегодня мне вот эти кучки он сложил лет вот убирай сегодня с утра буду сейчас это все на тележку вывозить уберу пространство потом будем уже газон косить то есть дождь пролил хорошо на прошлой неделе все намочил очень хорошо и дрова поперла как на дрожжах то есть тут сейчас косить не перекосить и кстати девчонки покажу вам мой этот цветочный то помните грядку посмотрите какие изменения то есть это у нас цветы розовые будут уже здоровые но они будут уже где-то в августе цвести в сентябрю эту я пересаживала календула с огорода когда копала огород и пойдемте дальше тут просто трава она не цветет вот эти отсвели и рис и тонкие худосочные рис и мне совсем не нравится эта раса и смотрите какие рис и начинают помните когда я пропалывала какие там были вот такие они совсем-совсем только вылезли и посмотрите какие здоровые и цветут красота какая то они только начали цвести буквально позавчера красавцы не фокусируется да посмотрите какая грядочка будет красиво и ирисы о господи лили лили тоже здорово уже и будут цвести наверное через месяц завязи уже есть вот такая получилась красота с грядкой обильно все зелено и кислица кислица сама растет сама здесь на насеялась и растет как сорняк абсолютно сама лезет лезет и уже распространяться на эту часть грядки ну посмотрите что опять имеем я когда пропала я когда все это удаляла опять фиги здесь сидит большой корень от того дерева посмотрите какая работа господи это такая зараза это прям такой паразит это дерево избавиться от него ну невозможно то есть ты обрезаешь обдираешь вот какие сверху там эти корни он лезет все равно изо всех щелей прямо господи такой сорной травы я еще не видела казалось бы да дерево не более деликатны а нет зараза еще та и вот такие у нас изменения здесь так что тут у нас происходит смотрите битва битва гигантов все вы помирились сразу да как я пришла вот что творят наше красивое дерево уже отсвело практически опадают уже цветочки и листья пошли кстати ну такое красивое я его обожаю во-первых она дает густую шапку и густую тень очень большие вместе красиво расположены ветки такого прямо шариков очень красиво во время цветения и после уже когда просто листья моё любимое